МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не равны нулю, автовладельцам грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, с 6 августа водителям, которые установили на госномера специальные сеточки, придется раскошелиться на 5 тысяч рублей или лишиться прав на 3 месяца. За грязный номер заплатить штраф 500 рублей. Строительство и ремонт дорог полным ходом идет не только в Магнитогорске, но и в ближайших районах. Власти Агаповского района намерены потратить 20 миллионов рублей на дороге Агаповки и Облязово. В современной дороге уже появились поселков Бураны и Желтинске. 200 миллионов рублей из федерального бюджета поступят в Челябинскую область на борьбу с безработицей. Из областного бюджета выделено еще 10 миллионов. Деньги пойдут на обучение работников, которые находятся под угрозой увольнения, на общественные работы, стажировку выпускников и создание рабочих мест для инвалидов. О таможенке отчисления в бюджет сократили втрое, зато предпринимателям стало проще работать. В Магнитогорской таможне подвели первые итоги деятельности Таможенного союза. Напомню, месяц назад был введен новый кодекс, который объявил о создании единого экономического пространства для трех государств России, Белоруссии и Казахстана. Это значит, что все произведенные в этих странах товары могут быть в свободном обращении без уплаты таможенных пошлин. Также свободно можно перевозить любую валюту, независимо от суммы. Существенное послабление по новому кодексу получили и те, кто ввезет вещи для личного пользования, невзирая на страну их производства. Сумма 65 тысяч рублей была и 35 килограмм. Сейчас по новому кодексу полторы тысячи евро и 50 килограмм. Это беспошлинный ввоз товаров. Все, что свыше, уже либо 30 процентов от стоимости, но не менее чем 4 евро за килограмм превышения данной нормы. Полностью отменить таможенный контроль на границах с Казахстаном и Белоруссией планируют с 1 июля следующего года. Магнитогорские железнодорожники планируют открыть новые маршруты. В следующем году из магнитки без пересадок можно будет уехать не только в Москву, но и в Екатеринбург и даже на дачу Долгорухова. Так называется станция, где находится Ладожский вокзал Санкт-Петербурга. Сегодня металлурги выяснят, кто из них лучше владеет тактикой пляжной игры, пройдет финал по футболу среди цехов управления главного энергетика и отбивает ритм на барабанах. Начальники цехов сядут на лодки драконы. А накануне энергетики разулись и разделись, чтобы сыграть в пляжный футбол. Продолжается летняя спартакиада среди цехов ММК. Здесь и команда поменьше, и падать не так больно. Однако у южной забавы есть и свои минусы. В зыбучем песке вязнут и ноги, и мяч. Без тренировки считать знатоки игры, пробегать два тайма даже всего по 10 минут сложновато. А уж рассчитать траекторию мяча практически невозможно. Он как бумеранг, иногда возвращается пасующим. И вратарю тяжело играть, и полевым игрокам. Голы здесь получается невероятная. Кочка перелетает мяч через вратаря, или же уже готов взять руки, а он в сторону уходит и в угол ворот залетает. Летняя спартакиада по 10 видам спорта завершится лишь в октябре. На очереди информация единой диспетчерской службы. Сегодня с 9.30 до 12.00 прекращается подача холодной воды в ряде домов по Грязного, Суворова и Октябрьской 22.00. С 8.30 до 17.00 не будет горячей воды по Шишке, Вокзальной и Московской. С 9.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в ряде домов по Карломарце, Столиваров и Ленина. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. Все, кто работал над выпуском, поздравляют магнитогорских строителей с наступающим праздником. Всего доброго и до встречи на телеканале «Россия». Сегодня синоптики обещают в Шампенуазе 29.31 выше нуля, в Кизийском 28.30 со знаком «плюс», в Верхнеурайске 27.29 тепла, в Магнитогорске переменная облачность возможен дождь, плюс 28.30. Редактор субтитров А.Семкин